В третье воскресенье июня в России отмечается День медицинского работника. Учитывая, что все население земного шара делится на две части, врачей и пациентов, этот профессиональный праздник можно считать всенародным. Врачей, фельдшеров, медсестер и всех, кто имеет отношение к этой самой благородной профессии, поздравляли сегодня в Театре оперы и балета. История здравоохранения – суть истории страны. Победа над теми или иными заболеваниями – это не только торжество медицины, но и социальные достижения. И сегодня один из главных показателей эффективности работы врачей – продолжительность жизни. А мы с вами в последние годы стали жить дольше. Снижается и смертность от различных острых состояний, благодаря созданию межрайонных специализированных центров. С момента открытия межрайонного центра в городе Шумерле наша работа существенно облегчилась, потому что тяжелые больные с инсультом, с инфарктом миокарда, с тяжелым травмом переводятся в центр, где оказывается квалифицированная помощь, что позитивно сказывается как раз на сроках выздоровления и качестве оказания помощи таким тяжелым больным. Они выздоравливают быстрее и смертность за счет этого снизилась. Сегодня в отрасли здравоохранения трудятся около 19 тысяч врачей и средних медработников. Реализуется несколько государственных программ – модернизация, привлечение кадров, развитие медицинской инфраструктуры. Ведется масштабная профилактика. Впервые разработан и внедрен профиль здоровья городов и районов Чуваши. Как итог, люди стали относиться к медицинским работникам с большим доверием. Если в прошлом году в процентном отношении были удовлетворены наши с вами работы порядка 43%, то в этом году это 57%. Конечно, хотелось бы, чтобы все 100% наших пациентов, приходящих в наше лечебное учреждение, говорили нам слова благодарности. Но, видимо, у нас еще есть над чем работать, у нас есть еще куда стремиться. Временно исполняющий обязанности главы Чуваши Михаил Игнатьев поблагодарил медицинских работников за то, что здоровый образ жизни они пропагандируют личным примером. Зарядки со звездой, прогулки с врачом, множество других мероприятий не обходятся без их активного участия. Но главное, конечно, это умение медицинских работников делать свое дело. Среди награжденных были хирурги и окулисты, педиатры и кардиологи, и даже заведующие отделением гиперборической оксигенации. За этим труднопроизносимым названием скрывается барокамера. Сегодня в нескольких медицинских учреждениях Чуваши есть специальное оборудование для лечения кислородом. Но специализированное отделение только одно – в Республиканской клинической больнице. И заведует им Вячеслав Мизуров. Официальный день медработника отмечается в этом году 21 июня. У нас еще есть время поздравить всех, кто не раз приходил нам на помощь, и пожелать им здоровья. Елена Гальперина, Сергей Рябчиков, Республика.